Вашему вниманию сейчас новости сурдопереводом. Меня зовут Лаура Жакупова, моего коллегу Хасан Исраилов. Здравствуйте. Премьер-министр нашей страны Аскар Мамин провел переговоры со своим коллегой из Грузии Мамукой Бахтадзе. Он прибыл с официальным визитом в столицу для участия в 12-м Астанинском экономическом форуме. В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего поступательного развития торгово-экономического взаимодействия, рассмотрели итоги состоявшегося 10-го заседания Межправительственной комиссии по этим вопросам. За прошлый год внешнеторговый оборот между Казахстаном и Грузией увеличился на 34,6% и составил почти 100 миллионов долларов. Главы правительств запланировали увеличить объемы взаимной торговли и довести до 300 миллионов долларов. Кроме того, структура страновых экономик позволяет расширить сотрудничество в сферах туризма, сельского хозяйства, индустриализации, транспорта и энергетики. Отдельное внимание уделили вопросам взаимодействия в транзитно-транспортной сфере, в том числе в рамках развития транскаспийского международного транспортного маршрута. Экономическое сотрудничество намерено развивать Казахстан и Кипр. В ближайшее время состоится совместный бизнес-форум. Такая договоренность достигнута во время официального визита министра иностранных дел Никаса Христодудилиса в Нурсултан. Глава внешнеполитического ведомства Казахстана Бейбут Атамкулов отметил, что переговоры прошли успешно. Стороны обсудили темы двустороннего взаимодействия, наметили планы в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также пришли к общим позициям в вопросах взаимодействия на международной арене. По итогам переговоров подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел. Договоренность подразумевает сотрудничество и двусторонние политические консультации. Бейбут Атамкулов также заявил, что между правительствами Казахстана и Кипра будет подписана конвенция, которая позволит избегать двойное налогообложение. Казахстан и Кипр связывают прочные узы дружбы и сотрудничества. Казахстан традиционно рассматривает Кипр как одного из важных партнеров Южной Европы. И мы подтверждаем свою привереженность к дальнейшему углублению политического взаимодействия. Никосия на постоянной основе поддерживает международные региональные инициативы Казахстана в ОБСЕ, ООН и на других международных площадках. Есть огромный потенциал для наших двусторонних отношений в сфере торговли, инвестиций, энергетики и сельском хозяйстве. Кипр может найти в Казахстане бизнес-базу и использовать стратегическое местоположение страны в отношении ключевых областей нашего сотрудничества и инвестиций. Международный финансовый центр «Астана» станет хабом для компаний-инвесторов стран Центральной Азии, Евразийского экономического союза, Ближнего Востока, Западного Китая и Европы. При этом особо теплые торгово-экономические отношения сейчас развиваются с Германией. Свыше 85% объема внешней торговли ФРГ со странами Центральной Азии приходится на долю Казахстана. Порядка 90% немецких инвестиций в казахстанскую экономику вливаются в несырьевой сектор и перерабатывающую промышленность. Такие данные сегодня озвучили на площадке 26-го заседания Берлинского Евразийского клуба. В преддверии Астанинского экономического форума немецкая делегация обсудила с казахстанскими коллегами перспективы сотрудничества в финансовой, инвестиционной, технологической и IT-сферах. Порядка 50 немецких компаний предлагают реализовать в Казахстане совместные проекты. К слову, товарооборот между нашей страной и Германией в 2018-м превысил 5 миллиардов евро. Мы нацелены на дальнейшее максимальное использование потенциала нашего сотрудничества в сфере инвестиций. И для этого у нас имеются все необходимые механизмы. В Казахстане действует более 900 совместных предприятий с участием германского капитала. Мы также приглашаем германские компании участвовать в процессе приватизации крупных государственных предприятий. В рамках государственной программы приватизируются более 700 активов из секторов нефти и газа, транспорта и логистики, электроэнергии. Казахстан заинтересован в экспорте товаров, пищевой и промышленной продукции на китайский рынок. Об этом говорили сегодня на втором форуме межрегионального сотрудничества «Промышленная кооперация». В первую очередь речь идет о машиностроительной и горнорудной отраслях. В настоящее время рынок Поднебесный освоили уже несколько отечественных предприятий. Среди них Кентауский завод по производству аккумуляторов и трансформаторов. Реализуются 55 казахстанско-китайских проектов. Из них 34 уже в активной фазе. В них задействованы все регионы республики. Наш машиностроительный завод имени Кирова со своими гидравликами, шестеренками, клапанами тоже на китайский рынок ориентирован. И также ведут переговоры. Ну и вот наша текстильная промышленность, текстильщики тоже, Азала Текстиль тоже выходит со своей продукции на рынок Китая. Казахстан остается страной, добровольно отказавшейся от ядерного оружия. Соглашение, по которому каждое государство-участник обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не испытывать и не приобретать ядерное оружие, одобрили депутаты Мажелиса. Как отметил заместитель министра иностранных дел Ержан Ашекбаев, договор уже подписали 70 государств и ратифицировали 23. А для вступления в силу необходима его ратификация 50 странами. Процедура может затянуться до 5 лет. Я напомню, договор о запрещении ядерного оружия был принят на 72-й Генеральной Ассамблее в сессии Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Изменить подход к оценке работы педагогов и оплате их труда предложила на пленарном заседании Мажелиса депутат Ирина Смирнова. По ее мнению, заработная плата начинающего учителя или воспитателя не должна быть ниже средней по республике. Смирнова раскритиковала существующую систему внеочередной аттестации. На повышение зарплаты педагог может рассчитывать только после успешной экзаменации. Министерство образования и науки отрапортовало, что аттестация проводится исключительно по желанию. Но, впрочем, фактически участвовать в ней вынуждены все, кто рассчитывает на повышение дохода. На практике мы видим, что каждый шаг к улучшению положения педагог должен завоевывать. Внеочередная аттестация, к примеру, 2018 года для стимулирования труда педагога, по версии МОН, была проведена в противовес здравого смысла в дни школьных выпускных экзаменов. В 2019 году ожидается та же история. На самом деле сложилось впечатление, что проведена она была, чтобы не дать возможность повышать заработную плату сразу всем педагогам. Выдача открепительных удостоверений прекратится 8 июня в 18 часов по местному времени. Об этом сегодня заявили на заседании Центральной избирательной комиссии. В ЦИКе рассказали, что выдача документа для голосования за пределами своего избирательного участка избирателю либо его представителю по договоренности производится на участке по месту регистрации и на основании заявления с приложением документа, удостоверяющего личность. Однако при этом уточнили... Открепительное удостоверение не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Форма открепительного удостоверения установлена указанными правилами. В Мангистауской области открылись три избирательных участка на месторождениях Каламкаса и Каражанбас. Они созданы для голосования сотрудников, работающих вахтовым методом. Таким образом, для участия населения в выборах президента в области открыты 223 участковые комиссии, из них 24 новые. О ходе подготовки и порядке проведения президентских выборов в Казахстане рассказали журналистам бельгийских и международных СМИ в Брюсселе. На брифинге в столичном пресс-клубе посол Казахстана в Бельгии и Люксембурге, голова миссии в ЕС и при НАТО Айгуль Куспан, проинформировала о выборном законодательстве нашей страны и кандидатах на высший государственный пост. Казахстан останется приверженным международным обязательствам и продолжит проводить сбалансированную внешнюю и экономическую политику в соответствии со своими интересами и приоритетами, отметила дипломат. Соотечественники, проживающие на территории Бельгии и соседних государств, смогут проголосовать 9 июня на избирательном участке под номером 241, организованном при Казахстанском посольстве. Все наши граждане, граждане Казахстана, которые будут находиться в Брюсселе и захотят отдать свой голос, могут прийти с 7 часов до 8 часов вечера на наш участок, на наше посольство и проголосовать. И достаточно им иметь при себе только свое национальное удостоверение или паспорт гражданина Казахстана. Для того, чтобы охватить как можно большее количество наших граждан, которые проживают в Бельгии и в соседних странах, в Люксембурге, мы создали специальный имейл-адрес, куда люди могут обращаться, и мы отвечаем на их обращение. Иран перестал соблюдать условия ядерной сделки. Теперь страна может возобновить работы по обогащению урана и продаже его за границу. Под угрозой соглашение оказалось после того, как Вашингтон объявил о выходе из него и возобновил действия антииранских санкций. В ответ Тегеран заявил, что страна прекратит соблюдать обязательства, если участники сделки не выполнят свои, то есть не создадут механизмы обхода ограничений со стороны Америки. Другие участники соглашения – Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия – должны, по мнению иранских властей, решить эту проблему в ближайшее время. Дополню, согласно сделке, Тегеран согласился частично свернуть ядерную программу взамен на ослабление санкций. Ну а проект соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза вынесут на голосование британского парламента в начале следующего месяца. Такое решение принято по итогам переговоров между премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй и лидером оппозиционной либористской партии Джеремией Корбином. Позиция сторон такова, что процесс нужно ускорить, поскольку Великобритания собирается покинуть ЕС до наступления летних парламентских каникул. Я напомню, официально Брексит был должен состояться еще 29 марта, но британские политики не решили, когда и как именно страна сможет отделиться. Споры привели к правительственному кризису, а уже после состоялся экстренный саммит в Брюсселе. Там лидеры стран-членов ЕС согласовали новую дату Брексита. Теперь страна должна отделиться от Евросоюза до конца октября. Власти Мехико объявили чрезвычайную экологическую тревогу. По данным Комиссии по окружающей среде, индекс качества воздуха в городе достиг отметки 158, и это на 58 пунктов выше нормы. По словам экологов, причиной стали лесные пожары и отсутствие дождей на большей части Центральной Мексики. Из-за плохой экологической ситуации власти рекомендуют горожанам не заниматься спортом на открытом воздухе и по возможности оставаться в закрытых помещениях. И вновь о том, что в нашей стране, в Западно-Казахстанской области в самом разгаре пассивная кампания. Площадь полей в этом году превысила 542 тысячи гектаров. Хозяйство полностью обеспечено семенами и топливом. Солярка, причем в регионе одна из самых дешевых, 165 тенге за литр, благоприятные для аграриев и погодные условия. За счет обильных снегопадов в почве имеется большой запас влаги. Местные хозяйства постепенно отходят от возделывания зерновых культур. В приоритете сейчас масличные и кормовые травы. Софлоры и подсолнечных занимают 65 тысяч гектаров. По зерновым культурам уже порядка 80% выполнено. По масличным культурам 60%. Уже в течение пяти лет, если было до этого 50 на 50, сейчас уже больше, где-то 60-70% животноводческие. Выгоднее животноводством заниматься, потому что на мясо спрос он всегда есть. В сквер городской детской больницы номер 2 в Нур-Султане стал зеленее. Там посадили березы, ели, сосны, карагачи и тополя. Всего две сотни саженцев. В рамках республиканской акции Ассоциации деловых женщин Казахстана «Аллея матери и ребенка» такие зеленые зоны есть практически в каждом регионе республики. Цветники и парки разбили за последние 10 лет на территории 20 медучреждений. Мы хотим создать такие условия, чтобы мамы с детками, которые находятся в больнице, кроме лечения, они могли выйти во двор, погулять. Уже выставлено более 7 тысяч саженцев по всему Казахстану. Казалось, цифра небольшая, но она достаточно для того, чтобы, знаете, озеленить ту или иную территорию. Многодетным семьям страны отремонтируют дома и сделают это в рамках нового телевизионного проекта. На глазах у зрителей команда дизайнеров придаст устаревшему жилью новый облик от сантехники до мебели. Программа на казахском и русском языках. Первый выпуск запланирован на 11 августа. В проекте смогут принять участие семьи, которые воспитывают четверых и более детей в возрасте до 18 лет. Для этого достаточно подать заявку, а счастливчиков уже отберет специальная комиссия. На реализацию проекта Министерство информации и общественного развития выделило 130 миллионов тенге. Я думаю, в данном случае важнее даже не сам факт прямой помощи, а скорее тот позитивный эффект, который может оказать ее правильная подача на телеэкране. Такие передачи побуждают на сочувствие, служат хорошей мотивацией для благотворительности, возрождают в людях веру в добро и солидарность. В Алматинской области создадут единые службы экстренного и неэкстренного реагирования по аналогу американских 9.1.1 и 3.1.1. С открытием Центра мониторинга и оперативного реагирования ICUMEC-109 жители региона смогут получать государственные услуги и консультации, не выходя из дома посредством интернета, либо через обычный телефон. А вот создание службы экстренного реагирования 112, куда войдут органы правопорядка, скорая помощь и департамент по чрезвычайным ситуациям, позволит ускорить процесс оказания населению экстренной помощи. Ожидается, что эти службы начнут свою работу уже осенью. Реализация проектов проводится в рамках перевода госуслуг в электронный формат. До конца года планируется 80% услуг оказывать онлайн. Это будет отдельная структура, под контролем которой будут находиться все эти службы. Будет контролироваться их время, кипяя, то есть время ожидания, время прибытия. Уникальные исторические артефакты обнаружили в Таразии во время прокладки новой ветки газопровода по улице Ташкентской. Находки датируются 10-12 веками времен правления караханидов. В числе найденных вещей почти неповрежденный кувшин с лепным растительным орнаментом, нижняя часть поливного сосуда с арабской надписью, многочисленные фрагменты хумов и деталь бронзового изделия с ажурной орнаментацией. Археологи уверены, что артефакты помогут открыть новые страницы истории и показать, какого же расцвета достигал древний Тараз в эпоху Средневековья. Вот такие вот артефакты, которые пролежали много столетий, много тысячелетий в земле, они нуждаются в дальнейшем исследовании. Возможно, дальнейшие раскопки помогут обнаружить оставшиеся детали. После всей паспортизации и соответствующих процедур, они после реставрации займут свое место в экспозиции археологического парка «Куне Тараз». При центральной мечети Шимкента открылись бесплатные курсы кройки и шитья. Благородное дело коллектив мечети инициировал в честь священного месяца Рамадан. Сшитые изделия, одежду и постельные принадлежности раздадут малоимущим семьям. Приобрести 15 швейных машин и другие необходимые для рукоделия средства помогли местные предприниматели. На первом этапе тонкостям швейного искусства обучат 30 человек, но с радостью примут любого желающего, говорят организаторы. Мы решили не только читать Коран, но и создать швейные курсы для женщин. Скоро откроем 4-месячные курсы с выдачей сертификата. Продукцию в виде благотворительности будем раздавать нуждающимся семьям. Часть изделий выставим на ярмарке, а на выручку приобретем швейные принадлежности. В Усть-Каменогорске и некоторых других населенных пунктах Востока значительно похолодает. Ожидаются заморозки. Средняя температура в регионе от нуля до минус 2 градусов. В областном центре даже прошел кратковременный снег, местами град. Впрочем, для жителей это не стало неожиданностью. Службы ЧАЭС накануне рассылали уведомления со штормовым предупреждением. Синоптики отмечают, что погода в ближайшие дни сильно не изменится. До конца недели в области прогнозируют всего 10 градусов со знаком «плюс» днем и минусовые значения ночью. В ближайшие сутки по Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются заморозки до 7 мороза. Днем температура повысится до 7-12, местами 15 тепла. Ночью и утром ожидаются туман. Создатели популярного мессенджера WhatsApp призвали пользователей как можно скорее обновить программу. В ней нашли уязвимость, с помощью которой на мобильные телефоны можно было загружать вредоносные вирусы. Злоумышленнику достаточно было всего лишь сделать звонок, причем жертва даже трубку могла не снимать. Вирус все равно оказывался на устройстве. Его разработчик объявляется израильская компания, которая специализируется на заказах для спецслужб. Facebook, которому принадлежит мессенджер, уверяет, что проблемы с безопасностью затронули лишь считанное количество пользователей. На этом пока все. Спасибо за внимание. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова